В Краевом МЧС отмечают сравнительно спокойную последнюю декаду декабря и резкий рост числа пожаров непосредственно в сами праздники. На 77 пепелищах погибло 16 человек, в том числе один ребенок. Основные причины, как и всегда, одни и те же. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного оборудования и халатность в обращении с электрооборудованием. С пиротехниками у нас проблем не было, но надо понимать, что у нас более 80% гибели это все равно в жилом секторе. Это жилой сектор практически самая проблема, самое тяжелое место, куда практически инспектор госпожанодзора, специалист пожарной безопасности, он, конечно, может войти, но это не такие профилактируемые места, как, предположим, какие-то социальные объекты. Поэтому с пиротехниками у нас, слава богу, в эти праздничные дни никаких проблем не было, но это пока ни о чем не говорит. Зачастую люди сами подвергают себя и своих близких опасности. Об этом говорят и в Краевом следственном комитете. За первую декаду января в регионе совершено 8 убийств и 5 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего. Все на бытовой почве. Люди знали друг друга или были родственниками. К разным социальным группам относятся. Есть среди них и маргиналы, есть и обычные люди, скажем так, среднестатистические. То есть какого-либо преобладания какой-то группы социальной мы не отмечаем. Но, как правило, в основном причина именно в злоупотреблении спиртными напитками в совершении этих бытовых преступлений. Всего за новогодние праздники в Прикамье было задержано порядка пяти сотен водителей в состоянии алкогольного опьянения. Каждый из них мог дополнить печальную статистику ДТП. 43 аварии произошло на дорогах региона. Три человека погибло, 64 получили травмы. Причины самые разные. Очень часто водители не учитывают и погодные условия. Например, если у нас заснеженная дорога, например, плохая видимость, он двигается с разрешенной скоростью. Она вроде бы разрешена 60 км в час. Но понимая, что в таких условиях он может не справиться с управлением, он все равно продолжается не двигаться и допускает ДТП. Специалисты сходятся во мнении, что в праздники люди попросту начинают меньше внимания уделять безопасности личной и общественной. Плюс обильные порции спиртного. Все это в совокупности приводит к трагедиям, которых зачастую можно избежать, если уважать себя и тех, кто рядом. Ретис Бараускас, Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова